Смоленская АЭС Активисты молодежи Десногорска приняли участие в первом образовательном форуме «Атом.Инк». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3154 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 7 дней декабря составила более 438 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 149 миллионов. С начала года выработано более 20,1 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 2,3 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 2 декабря депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева посетила город Атомщиков, провела прием граждан, встретилась с волонтерами и вручила им благодарственные письма за активную гражданскую позицию и развитие волонтерского движения. Среди награжденных – работник турбинного цеха Смоленской АЭС Дмитрий Ерофеев. При общении с журналистами Ольга Владимировна отметила активную деятельность волонтеров Десногорска – развитие города и вклад атомщиков в происходящие позитивные изменения. Смоленская АЭС действительно оказывает большую помощь городу в развитии. Это действительно такой большой корпоративный волонтер, который реализует множество социальных программ. Когда приезжаешь в Десногорск, то каждый раз видишь в городе происходящие изменения, в том числе и в инфраструктуре города. И в этом тоже участвует атомная станция, концерн. Им за это огромное спасибо. Декада приемов жителей по личным вопросам Всероссийской политической партии «Единая Россия» стартовала 1 декабря. Как отметила Ольга Владимировна, эта работа направлена на то, чтобы больше внимания обратить на вопросы, с которыми люди приходят в приемные. Безусловно, вопросы рассматриваются каждый раз очень важные. И эти вопросы служат в том числе и тому, что совершенствует федеральное законодательство. 1 декабря состоялось торжественное награждение победителей международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». Целью данного мероприятия является развитие экологического мировоззрения у различных целевых групп и повышение уровня экологической культуры у населения. На конкурс было подано более 500 проектов из 78 регионов Российской Федерации. Проект «Смоленской АЭС. Развитие экологической культуры на атомной станции» был признан членами жюри победителем в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике». В основу экологической стратегии «Смоленской атомной станции» положено постоянное развитие и улучшение качества окружающей среды. Поэтому, конечно, мы не останавливаемся на этом проекте. Мы будем и дальше работать в этом направлении, внедрять новые методы экологического просвещения и ориентироваться на приоритет экологической безопасности. Активисты молодежи Десногорска приняли участие в первом образовательном форуме «Атом.Инг». Организатором мероприятия выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований Ассоциации территорий расположения атомных станций. Прошел форум в уже традиционном для 2020 года формате – дистанционном – и объединил 11 молодежных делегаций из городов-спутников АЭС. В рамках форума организаторы презентовали школу общественно-политического лидера. Проект направлен на помощь заинтересованным, социально активным молодым жителям городов АЭС в раскрытии лидерского потенциала, знакомстве с особенностями политической системы на практике, а также приобретении навыков написания проектов на грантовые конкурсы. В школу сможет попасть любой желающий, старше 18 лет, прошедший отбор и имеющий навыки в реализации или написании социального проекта. В каждом городе будет создана группа из пяти-семи человек, для которых в следующем году запланировано участие в образовательных мероприятиях. В рамках проектной сессии участники разделились на группы и методом мозгового штурма, оценив все потребности и преимущества своего города, предлагали проекты по пяти тематикам – семья, здоровый образ жизни, творчество, профессия, город. Одним из наиболее ярких проектов форума стал проект «Десногорцев» под названием «Цифровое наследие». Его суть заключается в установке у памятников и арт-объектов табличек с QR-кодами, которые можно будет отсканировать с помощью специализированного приложения и узнать много фактов о Десногорске и его достопримечательностях. Члены Молодежного совета Десногорска отмечают, что в условиях пандемии такие встречи просто необходимы, чтобы открыть в себе второе дыхание и обменяться опытом с коллегами из других городов. Десногорцы могут принять участие в конкурсе дизайнерских защитных масок «Дыши красиво». Проект запустил модный дом детского творчества в партнерстве с фондом АТР-АЭС и информационным альянсом «Атомные города». Прием заявок до 21 декабря. Продолжение следует... На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok